Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем читать первое соборное послание апостола Петра для библейского портала экзегет.ру. И сегодня мы читаем пятую, завершающую главу. Апостол пишет «Пастыри ваших, умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться, пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится пастыри-начальник, вы получите неувядающий венец». Очень важно, что под конец своего послания апостол находит возможным и даже необходимым специально обратиться к пастырям, к тем, кто несет особую ответственность за жизнь христиан в общине. И удивительно, вот эта особенная какая-то такая черта апостола Петра, он всегда подчеркнуто уважителен и на равных общается с тем, с кем ему приходится общаться, с кем он сталкивается в данный момент. Например, мы помним из книги «Деяния», как к нему подходит человек и кланяется ему до земли, и он говорит «Зачем ты кланяешься мне, я такой же человек, как и ты?» Вот здесь апостол, он подчеркивает, что он сопастырь и свидетель страданий христовых. То есть, с одной стороны, свидетель страданий христовых, соучастник в славе, это очень серьезное такое заявление, которое позволяет ему сказать о себе в каком-то возвышенном таком ключе, но начинает он со слова «со-пастырь». То есть, я обращаюсь к вам, к вашим пастырем, как «со-пастырь». Кто там в этих общинах были? Там были христиане, которые когда-то были обращены из язычников, там были люди, которые, может быть, никогда в жизни не видели Христа или даже не были в местах, в которых жил Христос и вообще были, может быть, самыми простыми людьми, бывшими язычниками. Да, он проповедовал, они стали христианами, некоторые из них стали пастырями, епископами. И апостол Петр, человек, который рядом с Христом жил и формировался как личность, как христианин, да, и был соучастником в его славе, и он говорит этим людям, «Я ваш сопастырь». Это очень важно, и это воодушевляет, это поддерживает, потому что такие христиане видят, как христианство апостола проявляется в жизни. Он очень непосредственно и открыто общается с другими людьми. Итак, соучастник в славе, которая должна открыться. К чему же он призывает? «Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно». То есть христианин, которому дано от Бога быть руководителем общины, не должен чувствовать какую-то такую тяжесть на своих плечах и полагать, что он несет тяжелую ношу, что его заставили. Нет, конечно же, вот такое служение должно быть охотным и богоугодным. То есть должно чувствоваться, и человек сам в себе это должен развивать, что человек делает это за идею, да, вот не за страх, а за совесть, не за деньги, тем более, он здесь так и пишет, да, не для гнусной корысти. Интересно, что апостол Павел несколько раз в посланиях говорит о том, что тот, кто служит духовно, имеет право на телесное какое-то в самуществовании. Он говорит, например, что мы посеяли у вас духовное, что плохого, если пожнем телесное? То есть, или там приводит в пример древнее правило, не затворяя рта вола молотящего. То есть вот есть вол, он ходит, тянет за собой такое специальное приспособление, которое прикреплено к мельнице, к жернову. Вол молотит, да, или, например, сам топчет, да, и сам ест. Там разные были способы молотить. И по правилу древнему нельзя было мешать волу иногда и съедать часть того, что он топтал, что он молотил. И для апостола Павла это повод сказать, что да, христианин, священник имеет право надеяться на финансовую поддержку общины, потому что он для нее трудится. И это действительно так, это очень верно. Но не менее верно, что этот пастырь, христианин, не имеет права, не должен полагать заработок важнейшей, единственной целью своего священнического служения. Апостол говорит, не для гнусной корысти. Она для него не просто корысть, да, она гнусная корысть. То есть это очень плохо, но из усердия. И интересно дальше. «И не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду». Опять здесь, да, сначала он называет «я сопастырь», а теперь он учит уже самих епископов. Он говорит «не господствуя над наследием Божиим». То есть это не твоя до конца, не твоя паства. Да, ты пастырь здесь, да, ты начальник здесь, но ты сам чадо Божие, и перед тобою наследие Божие. И ты в этом наследии, да, ты поставлен начальником, но в то же время ты равный, потому что все вы дети Божьи, все вы наследие Божие. Так вот, «не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду». То есть подавая пример остальной пастве. «И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувидающий венец славы». Со своей стороны дальше он обращается и к младшим. Он говорит «так же и младшие, повинуйтесь пастырям». То есть, ну, очевидно, да, вы пастыри пасите с любовью, не господствуя, но вы, младшие, повинуйтесь. То есть все-таки это означает, что пастыри несут ответственность за младших. Пастыри имеют возможность где-то и указать младшим, раз им необходимо, раз они должны повиноваться старшим. Все-таки мы повинуемся, когда нам на что-то указывают, когда нас к чему-то призывают. Младшие, повинуйтесь пастырям. Ну, казалось бы, все понятно. Есть начальники, они должны быть человеколюбивыми. Есть подчиненные, они должны подчиняться. Несмотря на то, что их начальники должны быть человеколюбивыми. Но апостол продолжает. Он говорит, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь всмиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. То есть, казалось бы, есть начальники, есть подчиненные, но апостол говорит, подчиняясь друг другу, взаимное служение. Понятно, есть начальники, понятно, есть люди, которые подчиняются, но все должны подчиняться в итоге друг другу вот в любви, в том служении, которым служат. И должны осознавать это подчинение как служение. Облекитесь смиренно мудрием. Смиренно мудрие как правильное воспринятие себя. И это очень важно для начальника и важно для подчиненного. Каждый должен осмыслить свое место, кем он должен быть, какова его ответственность, его роль, как он должен обращаться к другим. Облекитесь смиренно мудрием. Почему? Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Это фраза еще из книги-притчи, из Ветхого Завета, но она должна все время быть на слуху, все время должна быть в памяти. Если человек ведет себя как гордец, очевидно, что он не сможет, то есть он не поступает смиренно мудро, он надеется только на себя, он себя превозносит и от Бога получает вот такое противление, отказ. Наоборот, если человек смиряется, если человек полагается на волю Божию, то Бог его поддерживает. Итак, это уже обращение ко всем, да? Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас свое время. Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верую, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Значит, еще раз апостол возвращается к теме страданий. «Подчинитесь, да, смиритесь под крепкую руку Божию». Крепкая, то есть твердая, которая держит, крепко на нее можно положиться, но и от нее надо зависеть. «Да вознесет вас свое время», то есть речь идет о спасении, да? И вот дальше здесь, так как речь идет о страданиях, «Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас». Когда человек страдает, ему свойственно ощущать, что Бога нет рядом, что Бог забыл, что Бог отвернулся, что Бог не хочет его поддерживать. Апостол противоположным образом рассуждает. Он говорит, да, надо смиряться под крепкую руку Божию и на него возлагать заботы, то есть понимать, что, да, сейчас может быть трудно, но Бог не забыл нас, не отвернулся от нас, Бог о нас заботится. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как лев, ища кого поглотить». То есть понятно, что это время испытаний, это время особой трезвости, потому что, знаете, вот этот лев, да, который такой от голода ходит и ищет, кого бы ему поглотить и погубить, это очень хороший образ того, как дьявол все время как бы всматривается, что ли, в нашу жизнь и ищет удобного повода. И страдания – это удобный повод. Возмутиться Богом, смутиться, разозлиться, сказать, что Бог нас оставил, да. И вот апостол говорит, что как раз здесь трезвитесь, бодрствуйте, потому что дьявол как раз в этот момент вас ищет, чтобы погубить. «Противостойте ему твердую верою, зная, что страдания такие же случаются с братьями в мире». Вот это противостояние верою, верою в кого? Верою в Бога, который печется о нас. Вот этим надо противостать. То есть надо сказать себе, да, я страдаю, но я не забыт Богом. Почему я страдаю? Вариантов может быть много, и ответы могут быть разные. Но это не значит, что я страдаю, потому что Бог меня забыл. И страдания переживают христиане во всем мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу своего Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашим, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. То есть апостол говорит, что по сравнению с историей, да, по сравнению даже с самой нашей жизнью, обычно наши страдания кратковременны. И они позволяют нам, вот он здесь употребляет такие выражения, совершит, то есть усовершенствует, да, утвердит и укрепит, и сделает непоколебимыми. Практически три слова из четырех говорят о твердости, о непоколебимости, о том, что христианин не изменяет своему призванию. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Под конец возносит славу Богу. Сие кратко написал я вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите. Видите, уверить, да, он хотел этим посланием уверить и утешить, говоря о том, что то, что происходит с христианами, это истинная Божия благодать. Это очень трудно понять, очень трудно воплотить в жизнь, трудно не, я не имею в виду, трудно нам сейчас, вообще во все времена трудно, когда ты страдаешь, обратиться к текстам, кстати, об этом же пишет апостол Иаков, да, об этом же пишет апостол Павел, и вот мы читаем апостола Петра, и он говорит так же, страдания за веру и вообще страдания в мире не должны восприниматься как признак отсутствия Бога, они должны восприниматься как соучастие в страданиях Христа, потому что мир во зле лежит, потому что мир весь деградирует, да, весь и нравственно, и физически в нем разрушаются какие-то важные элементы, и апостол говорит, вот я хотел бы вас утешить, чтобы вы знали, что это истинная Божия благодать. Вот по этому указанию, по этой обмолвке такой, да, делают вывод, что апостол пишет из Вавилона, и с ним присутствует рядом Марк, апостол Марк, евангелист, который как раз и записал со слов Петра свое Евангелие, мы не знаем точно, писал ли апостол это в Вавилоне, вот физическом, физическом известном городе, или он называет Вавилоном Рим, например, потому что так нередко его называли. Очень важны последние два предложения, последние приветствия. Во-первых, приветствуйте друг друга лобзанием любви. Вот действительно христиане стремились все время проявлять любовь друг к другу и обращаться друг к другу с любовью. Сегодня это сохранилось во время литургии, чаще всего только в священнической, диаконской среде, когда христиане друг к другу говорят «Христос посреди нас», и слышат ответ «и есть, и будет». И вот здесь тоже вот это целование любви, целование мира. Почему он и заканчивает словами «мир вам всем во Христе Иисусе». Потому что те противоречия, которые раздирали общину, те противоречия, которые создавали основные трудности в общинной жизни, они могут быть преодолены только любовью и стремлением к миру, чего всем нам желаю. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok